Здравствуйте, ребятушки и девчачки! Я рад вас приветствовать на своём канале Жук Муравейники. С вами дядя Саша Великий Ужасный. И это у неё стрим, это премьера. Наконец-то я вспомнил, сказать это в самом начале. Ещё бы мне вспомнить, сказать это потом. Что такое премьера, я вам объяснять не буду. Вам объясняют модераторы, которые присутствуют на трансляции. А я с вами со всеми поздороваюсь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Итак, сейчас у нас будут, разумеется, азы выживания. Колит премьера, значит азы выживания серии будет номер 199. Игра, как вы сами можете прочесть, если умеете, называется The Long Dark. Азы выживания это обычный незваный гость. Раньше он был с модами. Нет, изначально он был без модов. Потом через 500 внутриигровых он был с модами. Потом моды опять перестали работать, он опять без модов. Прожит он 740 дней. Нахожусь в Бледной Бухте. Решил провести там челлендж 100 дней в Бледной Бухте. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Поехали. Поехали. Так что это премьера. Здороваться со мной можно. Только ждать, что я ответю. Ответю? Слишком преждевременно. Я, скорее всего, не ответю. Поэтому здороваться-здоровайтесь. Только ответа не ждите. Вам ответят за меня. Роуз, Никита, Валера, Олечка, Леночка, Янусик и Касперок. Всех назвал, никого не забыл. А еще, возможно, Виталий. Возможно, Виталий, если он не занят и не на работе, тоже вам может за меня ответить. Так, за базар. Ответь за базар. Так, отвечу. Давай книжку читать. Айда! Книточишку. Или читать книжку. Короче, я сейчас сделаю копканы. И уйду отсюда. Пытаться ловить Иннокентиев. Иннокентий Смахтуновский. Вот их пойдем ловить. Так. Да блин! Вот, отлично. Супер. Супер гуд. Супер гуд. Супер гуд. Так, я еще кухню. Китчен. Я китчен вроде как не обыскал. Или я туда заходил? Я что-то заходил, но, по-моему, не обыскивал. Я как-то так мимоходом. Вот это почему-то все нельзя пилить. Найн пилить! Ага, вот этот поддон можно рубить. Вот эту вот фигню нельзя пилить. Эти провода нельзя пилить. Они током... Они должны бить током, поэтому пилить их нельзя. Так, кстати, надо заметить. Сколько сейчас времени? Время. Угу. Время, время заметили. Так, доски, планки. Потом порубим. О, растворитель для пней. Я-я-я! Да, с из фантастичь могу сделать тво... Тво порохс! Тво порохс! А давай порох сразу сделаем. А он не нужен вообще? Ну, как сказать? Вообще нет, на самом деле. Но сделать можно. Так, порох, порох. Порох подождет. Пусть он стоит. Капканы делай. И задранные ботинки. Слишком тяжелые. Такие носят на стройках. Так, еще один. Фальш... Феер. Фальш-феер. Острах-феер. островок. Может, баллончик с собой возьмем? Хоть что-нибудь где-нибудь намулюем от нечего делать. А то разрабы бедные работали, не покладая рук. Несколько лет придумали баллончик, а я его даже взять не хочу и не могу. Не хочу и не могу. Изодранная шапка. Да. Ну, понятное дело, все изодранное. Так. О, еще один. А, нет, это спички. Я думал, это фальш. Фальшфейерверк. А это спички. Это не фальшфейерверк. Это джаст спичкос. Так. Полк тоже можно распилить. Ну, можно, но не обязательно этого делать. Это котелат неопязательно. Туалет. Туалет. Сколько нам вода? Литр. Пусть будет. Будь тут, никуда не уходи. Так, дверь я разрублю. Разруби мне, разруби. Разруби мне. Быстро дверцу. Понятное дело, что быстро разрубишь, только ничего там не найдешь. Есть какая-нибудь еда? Хангры, Гриш? Хангры. Сейчас съедим. Сейчас съедим с тобой немного. Точно. Пойдем давай на островок, если погода хорошая. Тут есть островок. Там, может, березка как-нибудь растет. А, может, и не растет. Я был-то на нем только всего лишь раз в своей жизни. Металлический стул. Вот можно распилить. Ну, блин, его пилить долго. Его пилить долго. 540 калорий. Вообще, как бы, запас древесины мне нужен. Да, 2 часа. А, это ночь наступит. А я хотел делать капканы. Так, капканы, капканы. Давай, давай, поедим. Поедим. Поедика, 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 поедика. А поедики тут так и не особо-то много. Ладно, пошли распилим. Все равно пусть будет запас. Запас, он насильственных действий с организмом не совершает. Правильно? Правильно. Поэтому, поэтому давай. Давай распилим. Одно плохо, у меня здесь кишков немного. Можно выйти на улицу. У меня там волк лежит. А я его оставил, я его бросил. Вот это не пилится, не пилится. Жаль. Очень, очень жаль. А этот стул пилить тоже 2 часа, 2 часа, 3 минуты. С него то же самое получается. Ой, попить надо, Била. Ладно. Блин, надо болеть отсюда, а то сейчас сияние начнется. Меня тут как начнет током бить со всех сторон. А нам это не надо. Пьющие вы. Не подходит нам это. Так. Или плохо нам. Не, не подходит, по-моему, нам это. Но не важно. Это фильм «Мужики». Оттуда фраза. Пьющие вы. Не подходит нам это. Я не пьющий. Почти. Так. Растворитель для пней. Ну, все-таки с лампой что-то происходит. Она как-то... Вот дрожание какое-то есть. Света ненормальная. Да есть, есть, есть. Так. А что там насчет воды? А то я что-то воды не вижу. А вода у меня есть вообще? Есть. Консервы есть. Вода есть. Населена роботами. Консервы выбросить в очередной раз. И металлолом надо тоже убрать. Нечего таскать. Он же мне не нужен. Ты же его взял, чтобы... Когда, допустим, у тебя назреет момент починять. Вот. Момент починять назреет. Чтобы у тебя было... Вот сколько здесь металлолома? Вот добавь сюда. Вот этот. И добавь сюда тканчугу. Ну, так вот можно. Восемь пусть будет на запас повязки там не мотать. А, металлолом еще, кстати. А что-то у меня по ножовке после распилки. А, она почти новая. А, да почти новая. Ну, почти новая это хорошо. Значит, закладем вот здесь спальный мешок. И попытаемся сейчас почитать книгу. Хотя, блин... Надо было еду, наверное, взять, дядя Саша. А ты еду не взял. Еду оставил на полу. Вот тут где-то валялась. Ну, мне, в принципе, даже хватает хоть девять часов поспать калорий. Но я девять часов на самом деле не просплю. Ви проснулись полностью отдохнув. Yes, of course. Конечно. Заплесневелая медвежатина. Ах ты, медвежатина заплесневелая. Так, воды мне надо сюда. Котелок где-то надо еще раз добыть. Котелок у меня один. А, ну, у тебя еще один котелок стоит на этой. На маяке. Ты бы мог его сюда принести. Может быть, даже привезти. Так, а что у меня там по стрелам? Четыре новых. Одна бэушная. Итого пять. Ну, что ж. Ну, что ж. Пусть будет так. Повелеваю. Пусть будет так. Чего это вы так криво кладетесь? У меня тут, понимаете ли, поворотный механизм придуман. А вы кладете так. Кстати, по топливу. Что там? Ммм. Топлива у меня только одно, да? Ладно, пусть так будет. Что, может тогда поломаем в темноте пока ящики? Потому что время все равно как-то скоротать надо. Давай руками их. Не, ну мы же топором не сможем. Вы же скажете, слишком темно. Для разрушения нужен свет. А вот руками не нужен свет для разрушения. Вот парадоксиус. Парадоксиус ты меня называла. Ну, что. Найти спальник надо теперь. И поспать. Так, это не собаки. Это существа. В смысле, это не стрим. Это премьера. Ну, это когда я видео записал заранее. Потом его загрузил. И оно просто публикуется. Когда выходит первый раз, оно выходит с чатом. В котором можно в режиме реального времени писать сообщения друг к дружке. Вот. Писать сообщения. Я, скорее всего, на премьере присутствовать не буду. Я в этот момент буду писать очередное видео. Я думаю, вы между тем, чтобы я с вами общался на стриме и при этом писал новые видео, либо общался на премьере и при этом не писал новых видео, все-таки выберите общение на стриме. С вами будут общаться модераторы, и вы будете общаться друг с дружкой. Я думаю, это нормально. Что угодно бы сейчас съел. Да, кстати, да, жрачка у нас с тобой подходит к финителе о комедии. Это не подходит нам, пьющие вы. Мне придется что-то жрать. Ну, а что, у меня здесь есть какая-то шоколадка. Главное, двух с половиной тысяч калорийную не сожрать. Вот. А вот эту шоколадку мы сейчас с себя закинем. Ну, дочитаю книгу и пойду отсюда. Ага, пойду отсюда. А капканы кто делать собрался? Александр Сергеевич П.Ушкин! Значит, придется еще что-то есть. Ну уж, коль взялся за гуш, не говори, что не идешь, поэтому книгу ты будь добр, будь бобр, дочитай. Дочитал. Все. Должно прокачаться было. Оружение. А, оно уже прокачано. А, да какое оно уже прокачано? Нет, это оно пока первый раз только. А, вот, сразу прокачано. Так долго, что ли, перелистывалось? То есть, вот пока я смотрел, оно собиралось перелистнуться. А, ну правильно, вот оно уже, цифра 2. Изначально же оно 1. Запутал сам себя и всех остальных тоже позапутал. Что ты такой запут... Запут такой. Могу сделать 5 капканов, да? Блин, инструмента нету, я бы ускорить мог процесс. А вот, слушай, а здесь почему-то капкан не... Это, инструмент не выбирается, потому что их, наверное, в инвентаре нету. Поэтому они не выбираются. Не, ну обычно тут было написано инструмент, а сейчас не светится вот эта фигня инструмент. Странно. Их что, отменили? Или они, если их не... Или теперь такое новшество, что если их в инвентаре нет, то они не выбираются. Ну ладно, неважно, выбираются или не выбираются. Так или иначе, сейчас они у меня не выбираются. Точнее, их нету. Точнее, их нету. Так, поехали потихоньку жрать сардинки. Сардинки и комцу мир. У меня, походу, пять себе этих-то капканов-то хрен сделал. И, глянь, даже нельзя выбрать, чтобы их два сразу делать. Что, отменили? Раньше же можно было выбирать. Ладно. Дядь Саш. Не, не, не бузи, дядь Саш. Да я не бузю. Что мне бузить-то? Что мне бузить-то? Бузилка не выросла. Не бузи. Да я и не бузил. Так, давай сожрём ещё одну сардином. Сардин я себе ещё найду. Там разрушенные, то есть, просто деревянные ящики ломать, под ними будут сардиночки лежать. Ну, не очень много, но какое-то количество найти смогу. Так, капкан. Это финальный капкан, да? Ну, кишки, слава богу, у меня ещё есть, которые скоро высохнут. Всё. Итого, сколько я там капканов себе сделал? Ммм. Четыре ШТ. Так, ножовку зачем я хотел оставить? Нет, ножовку я брошу. Если чё, я здесь буду пилить. Не буду я нигде металлолом никакой пилить. А, погоди. Пять двадцать пять. Ты ж хотел от нечего делать пуль поотливать. Аккумуляторы. Пуль. Пуль читай. Ты ж хотел пули отливать. Ну, хотел, да. Был дело, хотел отливать пули. Так, древесину с собой несём или выбрасываем? Да нет, давай здесь оставим. Чё я буду носить? Какого лешего я буду носить? Пусть она здесь лежит. Бросить всё. Пуль читай. Вот четырьмя, конечно, как их там зовут, дофига не наловишь кроликов четырьмя. Но сколько наловлю, все мои. Угу. Угу. Знаешь, что только сейчас мы с тобой сделаем? Вот, что мы с тобой сделаем. Возьмём древесный уголь. И сюда сложим. В ВВС. ВВС. Сложим. И себе один. На всякий случай. На всякий случай вдруг я приду в секретное место, где можно будет зарисовать. Так, Гоун. На островок. Мне один раз про него рассказали. Теперь я знаю, как туда ходить. Этот поддон можно рубить, этот можно рубить. Так, что у меня там вообще по инструментам? Ножи, топоры. Нож. Сто процентов топор. Девяносто четыре. Очень хорошо. Факел. Собрать. Ну, Гоу, что ли. Так. Восемьдесят девять. Это значит, девять расы можно нарисовать. Короче, на каждый раз уходит десять процентов прочности баллончика. Ну, и если там неполная прочность, то она тоже на раз уйдёт. Так, я понимаю, девять расы из него можно пшикнуть будет. Если я всё правильно понял, то девять расы можно будет нарисовать закорюки всякие. Всякие разные закорюки. Какие красивые закорюки у вас. Слушай, а гвоздадер меня вообще с собой таскать? Зачем он им нужен? Ну, рыбу, если подолбать. Ну, ладно, тогда я его там и оставлю, потому что я помню, что у меня есть ещё один. Этой, конечно, с собой брать не буду. Не, не, не. Найн. Дрова брать не буду пока. Врать не буду. И брать не буду. Врать и брать не буду. Так, здесь у нас шо? Тут у нас запас небольшой поддонов. Если чё, можно порубить. Вот. Знаете, вот чё я бы хотел, чтобы разрабы сделали? Чтоб где-нибудь вот здесь на пирс можно было крепить альпинистский трос. И чтоб слезать. Залезать напрямую. Не, ну изначально, чтобы его не было. Но когда первый раз пришёл, чтобы мог привязать где-нибудь альпинистский трос. Чтоб потом не лазить, не паркурить, а сразу сюда заходить со льда. Ну, могли бы сделать. Ну, чё, им жалко, что ли? Чё нам каждый раз вот этот вот крюк-то делать? Чё мы как эти? Как дети малые. Интересно, волки будут мной сейчас интересоваться? Не знаю. Пока не знаю. Будут интересоваться, я буду стрелять в ответ. Островок вон туда надо идти. Вон на тот островок. Там пещера есть, там можно жить. Так, а инструменты, наверное, вот здесь будут, да? Бывают тут иногда инструменты. Их только надо найти. Сейчас поищем. Сейчас поищем. И чё, если я их найду с собой, что ли, таскать буду? Так, портки рватые 100%. Логично. Логично. Тут журка рватая. Ну, короче, вся одежда пришла в полнейшую негодность. Ну, правильно, локации. А вот тут иногда бывают инструменты. Светятся. Но сейчас не светятся. Нету. А могли бы быть вот тут где-нибудь инструментики. Торчат. Бывало, торчали синенькое. Синенькое ты мой. Ну, вообще, я не знаю, буду тут на локации инструменты или не буду. Так или иначе, пока их не видать, да? Ну, можно их сюда притащить. Камни будешь собирать, я сюда, чтобы укрыть? Не, я здесь не буду собирать. Я, если и буду делать хранилище каменное, то либо я это сделаю у домиков рабочих. Ну, да. А здесь, здесь, здесь. Да нет, наверное, у домиков рабочих. Там проще. Или у маяка. Ну, маяк, он далеко стоит. Но зато... Так, вон волки, кстати. Да, да. А, ну точно, они островок охраняют. Сейчас, значит, будем с ними сражаться. С кобелями такими сутулыми, с собаками. Минус 18 уже. Ага. Один кобель, два кобель. Ну, я помню, помню, они на меня здесь нападали. Помню, помню, дело было. О, раз, два, три, четыре. Гля, все стоят. А что не воите? Что не воите? Воите? Ага, молодцы, завыли. У-у-у-у. Ой, оперный театр. Ну, что ты будешь делать? Может быть, ко мне кто-нибудь подойдет? Anybody come here? Понятно. Вот, мне не нравится, что они окружают меня. Ага. Назад. Не кусать меня! Не кусать меня! Я понял. Не окружать меня! Не окружай! Не окружай! Блин, я в него не попал! Ёперный театр. В ноги ему попал. Ай-яй-яй! Да блин! Ага! Ждать. Дохнуть. Не дохнет? А, я не жду. Что он там мне кровотечение открыл? Ты ко мне побежишь, нет? Ай-яй-яй! Всю одежду мне изорвали. Так, куда-то конь с моей стрелой убежал. А что у меня там кровотечение есть? Ага, есть кровотечение. Так. Быстренько, быстренько сымем. Гибство кровотечения! Ух ты, блин, гады какие! Да-да-да, сейчас-сейчас-сейчас. Я тебя понял, мать. Сейчас остановим. Ты видишь, что творят? Ты видишь, что творят? Как они нас с тобой погрызли, а? Вот собаки сутулинские. Сутулинские собаки. Так, а у меня мало всего с собой. Но с ним вам надо будет поснимать. Ладно. Пошли пока туда. И гад куда-то со стрелой убежал. Слушай, сильно одежду порвали? Так. Ой, а вот это я зачем ношу? Непонятно. Да, шапку глянь, как покусали. И это. Повязку почти сгрызли. Ой, собаки. А сколько? Три раза цапнули, да, всего? Или два? А вон тот, что там стоит? Что, нападать, что ли, будешь на меня опять? Вообще, по идее, вы должны дохнуть начать уже активно. Потому что я вас подранил. Вы подранки. Так, пожрать что-то еще надо. А жрать-то особо нечего. Может, он там сейчас сдохнет? Брат, может, ты сдохнешь? Не хочет дохнуть. Так, ладно, пошли тогда пока в этот, в вагон. Я здесь поднимусь, нет? Тут погреемся нахрен. Может, какую-нибудь еду там найду? Тут что-то вообще-то мне не нравится все это. Так, они меня быстро из себя вывели, глянь. Ну, у меня проблема, что мне жрать нечего. Вот там вот волка одного мне пришлось бросить. Дрова нужны. Так, этот не раненый. А, из этого кровь не течет. Он не раненый. Он-то как раз и не раненый говнюк. Не раненый говнюк. Так, автомобильчик дядюшки Мокуса. Тебе есть какая-нибудь еда? Ну-ка, дай мне еду быстро. Ну-ка, быстро мне еду. Понятно. Благодарю за службу. Ну, может быть, тут что-нибудь есть. Так, надо отхиливаться, дядь Саш. Да, и одежду чинить. Лесные волки могут спать спокойно. Вы сильно, они меня покоцали. А можно к тому вернуться. Сейчас себе дровишек тут нарубить. Да, и пойдем к тому волку. Наверное, сейчас так и поступлю. Отогреюсь. Пойду к тому волку. Может, еще один к тому во время кочурится. Зашибись. Тут, конечно, еды много. Ничего не радует, так это как... Как обилие еды. Так, обилие еды. Нет, вот эту шоколадку съедим. Так. А что там риски... Рисков затосов... Зато вот рисков заражения нету, да? Угу. Несмотря на то, что волки кусают и кровь пускают, но риски заражения не возникают. Вот это, конечно, очень интересно. Ага, а кишков нету, да? Так, зашибись. Шапка под угрозой исчезновения находится. Нужно идти в домик рабочих за кишками. Я понимаю. Понимаю. Значит, пошли к волку. Но предварительно надо себе каких-то дров раздобыть. Так, часы. Почти два часа и шесть получим палочек. Так, двадцать девять минут три палочки. Так это намного выгоднее рубить. ЦИИ намного выгоднее рубить. Так, возвращаемся к волку. Да, и срочно надо чинить шапку калячую. А то, если чё, то... Я её могу потерять. Если дело так дальше пойдёт. Мне придётся всё заново делать. А заново проблематичнее. Проще починить то, что есть уже. Ладно. Ну, я вроде во всех ключевых точках волков напряг. Где тут волк? Иди, волк. Куда он делся? А, вон, одним вороны летают. Вороны. Да, к домику рабочих надо идти. Там кишочки уже должны были подсохнуть. Ладно, сейчас разберёмся. Это поначалу тяжело. А потом, как я всем тут обзаведусь. Стрела только вот одна моя куда-то убежала. Температура минус 17. Не жарко. Отнюдь не жарко. Ну, а чё, вороны летают, а перьев они вокруг тебя не бросили, бать. Бать, как это называется? Почему перьев вокруг тебя нема? Наверное, даже можно увеличительным стеклом развести огонь. Можно. Разведём. Так, значит, в следующий раз, когда увижу волков, надо будет себя крольчую шапку снимать и драться с ними, сражаться без шапки. Потому что это может плохо завершиться для меня. Температура минус 10. Калорий в организме сколько у меня? Калорий 76. Это мало. Это я не протяну. Это мне придётся, хошь не хошь, а немножечко кусануть, Тимофеевки. Да. Так, волчек. Ну-ка, быстро мне дал немножко мяска. Мне много не надо. Мне для начала хватит и джюджуть. 13 минут до готовности. Ну, хорошо. Сколько я буду килограмм снимать? 6 минут. Снял. Чё там вода? 8 минут до закипания. Так, мне нельзя много... 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 Мне нельзя много костра, много в костра дров класть, потому что может этот процесс прерваться. И я проморгаю большое количество дров. Поэтому давай... Вот и так я уже сюда дофига положил. Давай пока на достигнутом остановимся. Так, ну чё? Забираем с волка всё, что у него есть. Мясу. Мясу забрали. Шкуру, кишку. Кишку одну оставим. На память. На память ему. На всякий случай побросаем. Хотя эти лесные, они вроде не должны напасть вот так вот. Без предупреждения. А, хрен его знает. Тут интеллект у всех улучшенный. Все ж с улучшенным интеллектом теперь. Может быть всё что угодно. Уже сумерки. Я вижу, ничего страшного, что сумерки. Вода закипела. Ещё литрушечку. Пусть будут сумерки. Так, до закипания, то есть до готовки 16 минут, да? Назжём 10 минут. Ну а чё, кишку я в нём тоже, наверное, одну оставлю, чтобы он... Поможет это тому, чтобы они не возвращались быстро назад. А вот хрен его знает. Может поможет. Может нет. Непонятно. Ну, пока костёр горит, я тут буду ошиваться. 48 минут. Опа-на, мне холодно стало. А, я понял. Я понял. Костёр задуло. Это печально. А может быть продолжим? А может продолжим? Ну хорошо. Ладно. Остался у меня один кусок неприготовленный. Ладно, пусть он здесь остаётся. Или с собой его забрать. Да. Так, я пойду вагон дрыхнуть. Да. Пойдём дрыхнуть вагон. О, чё это там такое вдали? Чё это такое беленькое там чернеет? Не то волк на льду сдох. Вон, видите, вдали чё-то торчит. Походу, это волк окочурился. Ну, скорее всего, да. Вон там вдали он чё-то чернеет. Ну, можно будет туда сходить. Если там, конечно, не непрочный лёд. Может быть, даже это волк со стрелой. Хотя мне показалось, что со стрелой волк убегал вообще в другую сторону. А, старвинк у тебя. Ах, старвинк у тебя. Ну, тогда действительно давай съедим. Блин, жрать немного надо. Да уж. Да, это точно трупешник волка валяется. Ну, сходим поутру. А волка люди обнаружат поутру. А я тачку нежно тряпочкой протру. Но, к сожалению, это был волк не со стрелой. Так, здесь вообще можно подняться? Вроде как я тут поднимался. Ну, там может быть непрочный лёд, да? Угу. И тогда до свидания. В случае с непрочным льдом придётся... А, погоди. Я был только в одном вагоне. А второй я даже не заходил и не обыскивал, да? Что-то я растерялся после битвы с волками. Второй вагон не обыскал. Ладно. Новое место? Новое. Клечистая рубашка. Порванная, разумеется. Ты ожидал здесь увидеть цельную рубашку? Ящик. Пустой. Ну, тут много тканей. Чё положительно, тут тканей дофига. Всё можно будет порвать. Ящики пустые. Ну. Просто спать. Дров много. Можно будет дровишек здесь. Дровишками разжиться. А дровишками тебе, дядя Саша, так и так придётся разжиться. Потому что ты сейчас к волчку пойдёшь. И там будешь разживаться дровишками. Точнее, не разживаться, но костёр около него. Там все дела. Костёр, все дела. Так, здоровьица восстанавливаем. Шапка, шапка, шапка. Шапка. Шапка 38%. Проценты, конечно, немного печальные. Давай спорвём. Полтора часа рвать. Вот мне поприкалывай. Чё так долго рвать, блядь? Полтора часа, а? Друзья, это не стрим, это премьера. Я вам напоминаю, не переживайте. Всё под контролем. Так, полтора часа, Карл. Рвать какие-то, блин, самоплясы. А чё так долго? Чё не полтора года? Так что всем здрасте. Всех рад видеть. Но я с вами присутствовать не могу. Я занят. Я пишу другие видео. Пишу. Видео другие пишу, да. Работа у нас такая. Другая писалась бы, другая в виде А. Так. Зарубай его скорей. Так, шкур сюда клади. Кишок сюда клади. Так, руками. Хотя можно и топором. Собственно говоря, пока я в бледной бухте, у меня топор почти вечный. Но пока у меня металлолом есть. Да. Металлолом тоже кончится, может, быстро. 439 калорий. Да. Ну, давай рубанём. Только воды попьём. И потом, в принципе, пойдём к болку. К болку пойдём. Если же погода будет хорошая. А погода может сказать, пошёл нафиг. Да. А делать нечего. Всё равно давай. Я всё равно рубану. Даже если она скажет, пошёл нафиг. Она не сказала, пошёл нафиг. Ещё и воды надо натопить. Мне, короче, много чего надо. Вообще, я хотел до Стравка дойти. Ну, неважно. Я тут собрался 100 дней жить. Так что успею. Успею до Стравка дойти. Сейчас пока дойди до волка. Пока он совсем не исчез. Потому что есть тебе надо. Так, вышли. Температура. Минус 13. Нормуль. Доски можно рубить. За 12 минут две штуки получить. Давай рубанём. А, это каждую можно рубить. Это каждую можно разрубить. Надеюсь, если я здесь спущусь, я здесь пройду. Надеюсь. Так, погода, блин, неясная. Так что не получится развести увеличительным стёклышком. Вот тот островок. Ну, островок от нас никуда не денется. Эх, а тут ещё лось может пастись, да? Надо бы пойти чекнуть место. Место пастьбы. Пастьба прутков. Пасётся ли там лось? Так, это безусловно волк. Раненый. Сдохший впоследствии. Вот какой к вам вопрос, друзья мои, товарищи, будет. Кто сейчас это видео смотрит или кто премьеру смотрит. Если вас не затруднит, то в комментариях, не на стриме, то есть не на премьере, вот который вы сейчас пишите, а под само видео в комментариях. Нацарапайте, пожалуйста. Ого, какой жирный. Где гулаги тут находятся? Места спавна лута. А чё, здесь даже можно пройти. Да? И тут лёд нормальный. Остановка прибрежной шоссе. А, нет, здесь нельзя пройти. Остановка прибрежной шоссе. Короче, друзья мои, где места спавна лута на непрочном льду? Напишите мне, если вы знаете. Ну, хотя бы примерные места. Понятно. Нульсон. Нульсон. Понятно. А, кстати, книгу я могу вот эту сжечь. Да, я уже прочёл. Я хочу потом поискать, где лут спавнится здесь на непрочном льду. Поглядеть, что приносит. Но, по идее, должно приносить, как и везде. Берёзы, клёны и прочую. И прочую, скажем так, шляпу он носит на Панаму. А, может, капканы на кроликов здесь поставить? Ага. На носорогов поставь здесь капканы. Так, вот сразу сейчас 2 кг срежем с него. О, костёр задувается. Ну, ёперный театр. Ну, я 4-4-4, блин, туда положил ёперный театр. Ага. 4 часа ж тебе было гореть. Чё тебе не нравится-то, а? Слишком ветрено для поддержания огня. Да ёперный театр. Слишком ветрено. А такое ощущение, что ветра-то нету. Ну, облака плывут, конечно. Но мне кажется, ветра-то никакого нахрен нету. Это чё, баг какой-то или что это вообще? Ай, ёперный театр. Вот театр так театр. Ни хрена. Ни хре-на. Ну, может, заново сейчас можно будет разжечь. Я не знаю. Всё ещё горячая зола. Слышь, зола горячие. Да нет же никакого ветра. Да всё, он погас, короче. Короче, ну вас в ЖОПУ. Управление ЖОПУ. А можно заново разжечь костёр? А? Нельзя? Слишком ветрено. Ай, собаки. Ай, собаки. Пошли на остров. До здесь, до острова можно прямо добежать? Шкуру с волка я не взял. Ну, хотя бы взял дипдога Биаса. А потом начался ветик. Ветикосмог. Я дул. Задувал костёг. Задувал костёг. Ну, я даже не знаю, совершать мне ещё визит к этому волку. Волку обыразному волку или забить на него. Болт. Болтик такой маленький. Забить на него. Да, пожалуй, забить. Они и живут здесь у нас кролики на острове. Я, по-моему, на этом острове никто не живёт. Из-за острова на стрежень. А, тут, кстати, его обходить придётся. Я тут, по-моему, напрямую-то хрен залезаю. О, там волк он, я гляжу. Зад. Зад мне свой демонстрирует волчий. Волк, а что вы нам тут демонстрируете, понимаете ли? Свои волчи. Вон, сходит, гад. Я, по-моему, здесь вот так не зайду. Тут нельзя вот так зайти. Нельзя просто так взять и зайти в пещеру. Потому что тут это... А, нет. Зашёл. Всё. Как раз сюда и надо было заходить. Как раз сюда и надо было заходить. Что-то там волк ходит один какой-то одинокой. Одинокая бродит волк... Волконь. Ух ты! А тут спальник есть. Ты глянь, а! В бледной бухте, где спальник может быть. В пещере в этой. И у него тут, смотри, факел есть синий. Спальник разрушенный, да, было вроде написано, по-моему. По-моему, да, было написано, что он разрушенный. И температура тут плюс восемнадцать. Вот видал, да? Такая высокая. А где же тут граница температуры? А, вот граница температуры. Ладно. Разжигай. Разжигай. Это один словно тройку лащи. Ты чё? У меня пятый уровень разведения костра. Ты чё? И выипанулись, что ли? Я извиняюсь. Как это не удалось? У меня ж пятый уровень разведения. Сто процентов же было. Вы чё? Ну, как так при стопроцентном вероятности не развести костёр? Я валяюсь вообще. Не, ну старший приказал. Гля, стопроцентная была вероятность разведения огня. И он... Ватсон, Ватсон, вы это видели? Шерлок, это какой-то беспредел. Это вообще реально беспредел, Ватсон. Это полный беспредел. Полный беспердел. С ума сойти он взял. И не разгорелся. Ай-яй-яй, бонус-то не просрётся. Да-а-а. Это капец, я вам скажу, Ватсон. Это просто капец, Ватсон. При стопроцентной вероятности костёр не разгорелся. Не, ну где такое вообще можно увидеть, а? Походу, у них там в Канаде они смутно представляют, что такое проценты, вероятность. Они как-то от этого далеки. А как пишется переносица? Что? Типа того. А чё такое вероятность разведения огня? А как какать? Вообще капец. Сто процентов. Или было не сто процентов? А это надо проверить. Это надо проверить. Может быть, когда я ставлю костёр... А, девяносто процентов, дядя Саш. Точно, девяносто процентов. Ай-яй-яй. Наговор на канадцев произошёл. Да. Вот если бы ты взял огниво, тогда было бы сто процентов. А у тебя были спички. Ай, сам дурак. И на канадцев ругаюсь. Ай-яй-яй-яй-яй. Рафаэль Ван Лееропович, прости меня, пожалуйста, засранца. Я не хотел... Не хотел ничего плохого про тебя сказать. Хоть ты и кузёл, но я не хотел ничего плохого сказать. В этот раз ты бил на виноват. В этот раз я бил виноват. Ммм... Ммм... А чё там спальник? Разорванный. Конечно, разорванный. Ты чё, думаешь, он тут вечно с тебя будет ждать, что ли? Нет, ему кирдык пришёл. Кирдычок. Ты меня называла. А сколько его собирать по времени? Час тридцать. Как ботинки. Ботинки рвать полтора часа. И спальник рвать полтора часа. Очень хорошо. Так и запишем. Ммм... Приготовим немножко. Не помешает. Так, до готовности пять минут. Ну, вот всё. Мясо, которое я успел с волка собрать, пока погода была не сильно плохой. Так, одиннадцать минут. Ну, вот чё я здесь нашёл. А чё я здесь нашёл? Набор для шитья, синий факел и синий же спальник. Нормально. Вот он. Воды много не бывает. Поэтому готовим воду. Пока горит костёр. Будет много, оставим здесь чуть-чуть. В эту пещеру можно ходить лечить клаустрическую фобию. Хотя там для клаустрофобии есть пещеры недалеко от домиков рабочих. Единственное, что в той пещере может медведь обитать. Но с ним можно договориться. Да, с медведем можно договориться. Сказать, Миша, а давай я не буду в тебя стрелять, а ты мне вот дашь пещеру. Я думаю, его такой обмен устроит. Он не сочтёт его неравноценным. Ну, наверное, пол-литру и хорэ. Да, хорэ. Хотя там, наверное, ещё хватит. На пол-литру. На пол-литру. На пол-литру. О, сияние началось, да? Да. На пол-литру. На пол-литру становись. О, а мне здесь холодно стало. Ты смотри. Непогода-то стала добивать. Нольсон. Не, пошли. Ну, вот здесь уже будет по-любому плюс, да? Плюс 12. Это тёплые, тёплые очень пещеры. На просушку ж ничего не надо ставить. Да пока ничего. Это всё сухое. Так, 37. Было 38. 1% уже износи. Износился 1%. Так, а чё? А, мяса у меня много на маяке. Там у меня медведь был застреленный, да? Угу. А он уже обновился. Через какое-то время его можно будет ищу. А вот мы с вами посмотрим, сколько его раз... Сколько раз этого медведя за 100 дней застрелю? Ха-ха-ха. 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 Ну, сколько? Да и, блин, можно раз... Даже 10 его, в принципе, застрелить. В принципе, раз 10 можно застрелить. Свободно. Ой, всё. Скоро моя шоколадка на 2500 калорий придёт ей полный кирдычок. Давай спальник порвём. Ага, применить. Не получится его применить. Не получится его применить. Куда же волк с моей стрелой убежал? Да какая разница, куда он убежал с твоей стрелой? Я тебе так скажу. Это не важно. Так, здоровье 100%. Оно тебе не понадобится. Здоровье хорошее. А вот мне как раз понадобится пока. Ага. А 100 часов спать не хотите тут? Выставил себе, понимаешь ли. Там туманище. Ну, в принципе, туманище хрен с ним. Я хотел по островку полазить. Тут наверх можно подняться. Чё там, перевес большой? Да, воды, конечно, несу я много. Давай пока вот так. Температура сильно холодная? О-о-о-о. Да. Я понял. Я понял. Я рано отсюда попытался выйти. Знаешь, давай стоять здесь с тобой, дядя Саша, пока погода не устаканится. Давай стоять. Чё? Я согласный. А, сейчас слушай. Давай я. Как? А как ноль? Тут ноль? Фига себе. Сюда холод добивает. Ага. Вот знаешь, чё, пока я вспомнил? Повязочек. Давай, 4 штук себе зафигарим. А то меня так периодически здесь покусывать будут, я подозреваю. Поэтому мне лишние повязочки не повредят. Не буду я в большом перевесе ходить. Вот так возьму и хватит. Я отсюда ухожу. Всё ухожу, отседываю. Температура минус 22. Я знаю, здесь можно наверх подняться, но вроде как там наверху ничего путного нет. Ну давай, правда я был-то всего раз. Давай ещё раз поднимемся. А вон там волк тупит внизу. Интересно, он как, агриться будет? Уже? Или ещё пока найн? Это мы с тобой скоро узнаем. Будет он агриться, не будет. Так, здесь вот можно как-то наверх подняться. Только вот где? Наверное, только с той стороны. Сильно надо обходить. Тут-то напрямую я точно не поднимусь. А пока буду ходить, на этот верх подниматься, замёрзну как цусок. Ладно. Ничего страшного. Вдруг там что-то и важное будет, интересное. Давай поглядим, где здесь тут можно залезть наверх, если вообще можно. Не, я залезал. Я как-то залезал, я помню. Там где-то заход был. Но он был такой неочевидный. А, да вот что ли? Да я, наверное, здесь не поднимусь. Хм. Или поднимусь. Да хрен ты тут, ну хватит. Да нельзя тут подняться. Нет, это не здесь. Слушай, я же был как-то наверх поднимался. А где это я заходил? Ладно, продолжаем пилить круги. Очень холодно. Да вообще очень холодно. Это я согласен. Сейчас до какого-нибудь непрочного льда дойду в итоге. Наверное, нет. Наверное, всё-таки надо было там подниматься, где я сказал, что нельзя подниматься ещё первый раз. А, погоди, вот какая-то пологость. Или это не пологость. Да нет, это ни хрена не пологость. Ну вот тут, может быть, можно забраться. Не, нельзя забраться. Тут нельзя забраться. Так, и что это такое? И здесь, я так думаю, нельзя забраться. А, нет, вот здесь можно как раз-таки. Здесь как раз-таки выглядит так, что забраться можно. Только что это даёт? Вот, а не даёт ничего. Вывих может дать вполне. Чего-чего вывих-то даст? Давай, исследуем этот остров весь. А потом вернёмся и в пещеру назад сидеть. Это вообще другой остров. Терминатор включился. Да нет, нет, тут ни хрена. Зря я сюда попёрся. Ничего тут интересного нет. Слушай, вот тут можно подняться. С другой стороны наверх, я так понимаю. Да, тут дорожка есть. Ну, подъём наверх ничего не дал. Не, ну зарисовать можно. Знаете, я понимаю, что сейчас чем выше залезешь, тем круче зарисуешь. Но мне это не к чему. Короче, припёрся я сюда сдря. Только потерял немного здоровья. И вообще не факт, что я сейчас в пещеру попаду. Если тут камни никакие на пути не лежат, то могу и не попасть. А, не, попадёшь. Как раз таки попадёшь. Ну чё, мы с тобой будем здесь сидеть ночью? Или всё-таки добежим по льду до вагончика? Сейчас поглядим. Сейчас я в любом случае отогреюсь. Всё такое. Никуда я сейчас не побегу. Спальник 90%. Действия давай мы его зачиним. Еды найти. Ух, как ты быстро ешь. Ох, 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 ох. Да мне никаких волков не хватит тебя прокормить. Пойди, надо медведя идти назад доедать. Ты жрёшь просто капец, мать. Нет, ни в какие ворота не лезет такое поедание еды. Так, вообще, у меня какие-то капканы. Я их куда-то хотел отнести, поставить, друзья мои. Это не стрим, это премьера. Видео было записано заранее, загружено в YouTube. А потом выложено. В определённый момент оно стартовало. И когда оно первый раз идёт, его нельзя перематывать вперёд. А, по-моему, только назад. И плюс, когда оно первый раз идёт, и у него есть онлайн-чат. Потом, когда вы будете его смотреть повторно, у него уже не будет онлайн-чат. Оно превратится в простое видео. Премьерой оно является только при первом прогоне. С момента старта до момента завершения. А потом это обычное видео с обычными комментариями под ним. Там, по-моему, и на премьере тоже можно делать комментарии под видео. А можно в чате. Так, вот меня интересует этот волк одинокий. Он вообще чё? С ним можно как-то взаимодействовать? Не, нельзя, он пугается. Он пугается до усёрного усёру. И убегает. Типа волк-дрыщ такой. Проблематично. А может, ты всё-таки как-то возьмёшь себя в руки? А, тебе не с кем. Друзья твои все умерли. А, так бы вы в шайку собрались и заново на меня напали. О-о-о, его багует. Его поворачивает, как флюгер ветром. Так бы вы на меня напали, собаки сутулые. А так ты один. Ха-ха-ха, корешей твоих я всех пострелял. Да, стрелял корешей. Двое вот тут валяются. Один куда-то со стрелой убежал, корефан. А так вас было, по-моему, четверо изначально. Да, или пятеро. Ну, четверо, скорее всего. Так бы вы вдвоём ошивались. Вот трое в минусе, поэтому ты один. Блин, тебе скучно, грустно, некому руку подать. И ты на меня, сразумеется, поэтому не нападаешь. Ладно. Я не говорил, что не могу терпеть холод. Может, и говорил. Я что, помню, что ты там говорил. Что мне, следить за всеми вашими словами? Говорил. Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Так. Да сейчас давай поспим, согреемся. Надо в тот вагон зайти, туда воду бросить, потому что там шкура лежит. Пусть всё будет централизовано. Ну, пошли в тот вагон, зайдём, там воду... Немножко воды бросим. Там уже есть немножко воды, ещё добавлю. Потому что там шкура кишки. Я туда, возможно, наведаюсь потом. Записывать будем? Да не, не будем записывать. Я вроде помню, что здесь лежит шкура кишки. А тем более, как это место называется? Это что за... Как мне вообще это место обозначить? Идея-то. Идея-то находится. Идея-то. Там и находится. Ну, как-то так, да. Так, что там? О, кишки уже наполовину высохли. Очень хорошо. Попробую пойти наверх. Наверх. Это место нарисовано на поляроидной... Кватографии. Поляроидная квотография. Вот. Я даже по льду буксую. О! Чё такое? Я не могу идти по этим брёвнам. Хрена себе. А вот там наверху есть снежное укрытие. До автомобиля дойти. Ох, далеко он находится. Ну, пошли добежим. Ну, там снежное укрытие по-любому разрушено наверху. Ну, потому что ему 700 дней внутри игровых. А как бы локация-то появилась хоть... Никогда было ей 700 дней. Хоть она и позже появилась. Но в любом случае... Игра её считает, как будто она была всегда. Снег внутри. Так, понятно. Здесь ничего нет. Поэтому укрытие будет 100% разрушенным. Не туда побежал. А задвиги. Но около укрытия может быть что-нибудь... Ну, не знаю. Шоколад как-нибудь может лежать. Может не лежать. Там крён может наверху расти. Может не расти. Но в любом случае я туда поднимусь. В любом случае... Там даже, по-моему, трупешник лежит. Потому что об вороны слышу, как оруть. Слышу, как оруть вороны. А коли вороны оруть, значит там есть какой-то дяденька. Дяденька. В нашем доме на карнизе храбрый дяденька стоял. Он стоял не очень твёрдо, но пока что на руках. Только дунул свежий ветер, он бедняга соскользнул. На руках висеть остался на потеху всей толпе. Упираясь подбородком, он назад залезть хотел. Но упавший с неба камень ему руку раздробил. На одной руке мотался он минуты полторы. И ноздрёю постарался укрепиться на гвозде. Так, погоди, вороны, вороны, вороны. Вы над кем-то... А, это над тем волком вы летаете? Это Макс Покровский, ногу свело. О, по-моему, 1-0 в пользу девочек. Там у него стишки такие есть. Ах, это вы над волком летаете. Я понял. Эту смерть один любитель кинокамерой снимал. Я смотрел потом три раза. Все подробности видны. Так, чё тут у нас? Укрытие-то есть. Понятное дело, оно разрушенное. Yes, of course. Есть ещё рюкзачок. Горучка. Есть ещё у нас с тобой. Но мы с тобой. И зелёненький клён выдали. Соберём. Так, соберём. Так, берёзы, берёзы. Может, они тут и растут. Но сейчас такая погода и так холодно, что я могу их не заметить. Я могу не заметить. Я слепой. Слепой пью. Так, пью. Может быть, я, конечно, что-то и пью. Мне надо как-то вниз спуститься. Тут вот есть тоже синий вагон. Другой. Другой синий вагон. Мне уже пора туда спуститься. А то я уже это... Замерзаю. Замерзаю я. Замерзаю я. Так, чё это такое? Дорога, дорога. А, правильно. Вагон вот тут будет. Это же дорога. Значит, вагон вот тут. Yes, of course. Ну, не совсем, of course. Ты почти назад дороги выходишь. Но можно вот здесь спуститься. Может быть, даже растяжение не получишь. А, может, ты получишь достижение растяжения. Не, нафиг отсюда. Спускайся вниз. Так. Там вот кролики могут бегать. Можно туда капканы поставить. Говорят, они там бегают. Может, ещё где-то бегают. Разве я могу всех этих кроликов бедных упомнить, где они бегают? Разрушенные вагончики. Найдены новые местоположения. Кто же их разрушил? По какому праву? Так, тут рядом может жить лось. Может жить вот там. Там может жить лось. Давай быстро глянем, живёт ли там лось. Так быстро не живёт, но может потом появится. Ну, в любом случае, пошли сейчас греться. Старвинг опять же пришёл. Ну, здесь, возможно, будет какой-нибудь томатный сук. Сейчас посмотрим. Найдено новое местоположение. Прицеп не разрушенный. Подстилка. Злаковый батончик. 300 калорий. 0% свежести. Так, это можно пилить. Должна быть книжка по оружейному делу. Нету. И персиков той же нема. Не книжки, не персиков. Двойные стандарты. Грёбаные двойные стандарты. Не дали мне персиков. Ладно. Я сам как персик. Чё там у нас с тобой пожрать есть? Шоколад разрушенный. Ну, до утра дотянуть хватит. А там видно будет. Хватит ли? Ну, предположительно, да. Там у меня ХЗ. ХЗ. До утра не хватило. О, сияние началось. Может, пойдём на сиятельного лося поохотимся? Сиятельный лось. Предложение, конечно, заманчивое. Заманчивое, конечно, предложение. Поохотиться на сиятельного лося. Ладно, пошли в любом случае прошвырнёмся. Жрать-то мне нечего. А хотелось бы, да? Угу. Да, друзья мои, это не стрим. Это премьера. Ну, есть у Ютуба такая функция у этаба. Называется премьера. Так, премьера, премьера. Когда видео заранее записано, потом загружено, потом воспроизводится. Вот здесь, кстати, могут быть волки. Другие, лесные. Хотя, не знаю, может быть, здесь те же обитали, которых я уже пострелял. Может быть, те же. Лося тут нет. Он может быть на той стороне. А вот как мне его разглядеть? Отсюда можно лося с той стороны разглядеть? Ну, теоретически, да. Только у тебя всего три стрелы. Это как... О, вон они. Вон они, зеленые. О, они меня заметили. Айда ко мне. Айда ко мне. Ко мне, ойда. О, бегуть. Пусть бегуть. Неуклюжие лесные волки. Положим. А там с той стороны что такое? Не лось ли? Не, кусты какие-то. Вы ко мне прибежите сюда или как? Или хрен там плавал? Прибегут. Ого, как быстро. Ух ты, нихрена себе. Блин, не попал, а. А он меня кусанул. Так, погоди, погоди, погоди. У меня же это... У меня же шапка, блин. Так, тихо, тихо, тихо назад. Шапка моя кроличья. Блин. Тихо. Все. Два штуки готова. Отлично. Все. Все свободны. Глаза светятся. Шапка сильно разодрана, кроличья. 15 процентов. А-а-а. Ёперный театр. С улыбкой странной. Ладно. Погоди, в тебе сколько веса? 6,7. О, жирный какой. Жирный. Жирный. 6,8. Еще жирнее. Один другого жирнее. А волки, пошли. Один другого жирнее. Так, мне 100 процентов надо. Так, шапка-то моя. Почти песец ей пришел. Нужно срочно, что... Ну, сейчас, может, кишки досохнут. Там 30... А, ну, блин. Блин, блин, блин. Мне, что ли, снять и пока вместо нее обмотку сделать? Да, наверное, давай, дядя Сань. Дядя Сань! Не надо ее носить. Давай мы, наверное, снимем. И сделаем себе самодельную обмотку. Вместо нее. А то ты ее потеряешь. Ты ее просто-напросто потеряешь. Да. Ты хотел бы ее потерять? Нет, не хотел бы, конечно же. Конечно, нет. Ах, Фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да. Конечно, да. Конечно, нет. Так, не хватает чуть-чуть, между прочим. Да? Да я вижу. Так, волчек. Ну, вроде лося нету, волков отстрелял. Поэтому можно вот его вот так вот заскринить. О, красиво. Красиво плевут кто. А, Ватсон, Ватсон! Видели вы что-нибудь красивее в своей жизни, чем лесной волк у костра? Омс, может быть, и видел, но припомнить не могу. А я вам и так скажу, что не бывает ничего красивее, чем лесной волк у костра ночью. И при этом вы еще живой, Ватсон. А волк мертвый. Есть одна особенность. Нет, погоди, давай килограммы сейчас снимем. И положим его сразу отжаривать. Как медленно растет температура. Ай-ёй-ёй-ёй-ёй. Ё-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это вечная гонка. Вечная гонка под названием Сделай себе поесть, не замерзни. Это вот каждый раз одно и то же, Ватсон. Одно и то же, Ватсон, каждый раз. Сейчас, пока я буду себе делать... А, у меня вот еще почему-то проблема. Я шапку снял. Я же снял шапчоночку. Самодельный головной платок. А головной платок бежит, качается. Серый порень... Эээээ, серый порень... Серый корень, да. Чё это у вас такое? Это корень серый. Так, плюс один градус. дырись. Зато теплее будет гораздо чем. Ну, правда, ветростойкость там оставляет желать многомноголучшего. Многомноголучшего оставляет желать. Шесть минут до закипания. Одна минута. По шесть минут у меня есть, наверное. Наверное, я смогу шесть минут поснимать с него. Мясо. И за это время у меня бонус утости не исчезает. Балансирую я тут все время, конечно, на самом-самом кончике. Но его проще поддерживать, чем заново получать. Хотя, что я, правда, за этот бонус тут цепился? Я же могу жрать только на ночь. В принципе, да. В принципе, магиош. Магиош жрать только на ночь. Погода такая. Суровая. Так, 27 минут. У меня есть 27 минут. За 27 минут я сниму? Сниму все оставшееся мясо? Да, сниму. Очень хорошо. Сними тогда. Тогда сними. Снял. Пока мясо все выбросим. Лось, возможно, на той стороне обитает. Слушай, они меня кусали, но ничего они мне такого не причинили. Одна минута. Очень хорошо. Так, давай котелком готовить, потому что котелком все готовить скорее. кишок. Кишок один заберем. Так. Осматриваем. 27 минут. 7 минут. Ну, тогда, пожалуй, дождемся окончания приготовления. 20 минут. Это я, значит, еще один кишок могу забрать. С сего волчика. Забрал кишок. Так, вагон у меня рядом. Давай быстро до вагона добежим. Положим кишки туда сушиться и вернемся. Потому что мне очень теперь важно, чтобы у меня было кишков много сухих. Ой, а я с него оба кишка забрал. Ай-яй-яй, он вернется. Я вернусь. Ладно, пусть вернется. Вернется, погуторим, че почем. Прям кишки кидаем вот так на входе. Дрись-дрись. И заднюю включаем сразу. И побежали. Побежали продолжать готовить. Вон, костерок наш в ночи горит. Так это манящий горит. Не чувствую стопы. Да как ты стопы-то не чувствуешь? Стопы? Че ты стопы не чувствуешь? Мы тут с тобой только что двух волков лесных отстрелили. Героические вообще. Из лука. Отстрелили их просто так. Нас уже волки лесные не пугают. Они нас сами пугают. Им страшно. Им очень-очень страшно. Ну, давай еще древесинку добавлю, чтобы было совсем тепло. А то прям только плюс шесть. Это, конечно, температура-то так собе. Ну, шкуру мне не актуально в срочном порядке бежать сушить, поэтому шкура обойдется. Так, че, с тебя все, да? Да. Где твой брат? Акробат? Экробатс. Братс, экробатс. Так, так. Тоже приготовился. Ну, тогда воду. Пусть вода готовится. Я не против. Че ты говоришь, тебе холодно, да? Ей холодно. Блин, нам с тобой как-то надо согреться. А как же нам с тобой согреться? Как же нам с тобой согреться? Как, как? Поспать можно у костра. Ну, сейчас мясо доготовится. Я его сожру. И часик я тогда посплю. Тут до закипания 37 минут. За 37 минут оно не выкипит. Правильно? Ну, правильно, да. А если за этот момент у нас, за это время у нас все погаснет, ну, так тому и быть тогда, если костер погаснет. Че я могу поделать? Я только руками могу развести. Сказать, ну, сляви! Слявуха! Слявуха! Я и так тут особо не отогрелся. Ну, я могу с него по чуть-чуть брать мясо. Допустим, вот 2 килограмма заразик дерну. Дерну. Ну, и нормуль. Пойдем его как раз готовить. Айда готовить мясо! Айда, я не против. Я шток за. Так его правильно! Чтоб он тут не мешался нам, понимаешь ли, под руками. Гасим. Давай разберемся, какой факел нам перетереть, какой оставить. Нам надо с тобой немного согреться. А вот этот, собственно говоря, перетереть. Да, по таким температурам тут хрен согреешься. Ты глянь, что есть. Сколько ж я у костра сейчас ощущаю? Плюс 1. О-хо-хо! Хо-хо! Плюс 1. Ну, а сейчас плюс 3, плюс 4. Плюс 5. О-о-о! Плюс 5. Жарат, какая страшная. Минус 4. Не хо-хо! Минус 4. Не хо-хо! Не, я, конечно, не хо-хо минус 4. 17 минут до закипания. Добавить мне нечего. Нечего добавить, кроме того, что я могу еще с него мяска попробовать чуть-чуть оторвать. О-о-о! Нет, это никуда не годится. А хотя ладно, давай, пускай годится. Заберем эти 2 килограмма. Мясо хрен с ним. Так, все, пошли в дом. Ой, у меня тут мясо было. Я забыл его доготовить. Так, воду сделали. Мясо хрен с ним. Так, ладно, мясо сырое туда уносим. Все, короче, уносим туда. К домику, к вагончику уносим. И мясо давай уносим. Сейчас отогреемся. О-о-о! Я еле хожу. Да, красивая погода. Отогреемся. Попробуй сходить с волком там забрать или кишки, или что, я не знаю. Пошли греться. Мясо с него надо все тоже срезать. Блин, почему здесь нет около вагона Брандспойта, а? Ну вот прикиньте, вот вы здесь решили жить. Ну, имеете право, вам нравится здесь жить. О, хороший восход. Давайте мы его заскриним. Чик. Захотели вы тут жить? Но, ёперный театр, вы же, блин, тут у вас же заколебет этот, как его зовут? Ветер вам будет, костер постоянно гасить. И так вы будете бегать то с одной стороны от вагона разогревать, то с другой. Ну что, трудно бы здесь было эту сраную бочку поставить. Ну что, жалко, что ли? Вот жалко нам эту бочку поставить, а? Чтоб мы в ней могли мясо жарить. Ну, поставили бочку, да и все дела. Нет, хрен тебе, нет у тебя бочки. Я понимаю, это такая, типа, суровая локация. Но бегать с кострами с места на место, ну это же не серьезно в конце-то концов. Суровая локация. Несерьезно же бегать с кострами тудой-сюдой. А мы люди все серьезные. Так, что это зеленый кленовый деревец? Я его забыл положить. А мы же люди все серьезные. А вы нас заставляете себя несерьезно вести, товарищи разработчики. Ладно. Ладно, живите пока. Так, вот я проснулся, полностью отдохнув, разумеется, да. И что-то там кто-то собирался идти куда-то ставить капканы. Да собирался было, дело такое, да. 7% кишки у меня тут просох. Пошел я, наверное, в домики рабочих, я вам так скажу. Да, да, да. Пойдем в домики черно-рабочих. Клен, клен, клен. Клен можно с собой будет отнести. А можно и тут оставить. Так, у домиков-рабочих у меня там и вода есть, и мясо есть, поэтому... Но этот вагон он опорный пункт, из него мы всегда, то есть не всегда часто им пользуемся при переходе из бледной бухты в одинокую топь. Поэтому, поскольку это пункт опорный, то мы здесь оставляем запас еды, воды, ну и женщин, чтобы анекдоты рассказывали. Да. Небольшой запасик оставим. Вот тебе. Вода. Сейчас мясо положу. Мясо пусть будет готовое тоже. Там и сырое есть с той стороны, но пусть и готовое будет, потому что пригодится. В каком состоянии придешь, при каких этих обстоятельствах, что было, что будет, чем сердце успокоится, непонятно. Так, синий факел. Давай один оставлю здесь. Да, опять же. Опять же для перехода. Пускай лежит. Так, что, клен заберем? Не, клен пусть лежит. Кленов у меня везде много. Ну что, мы сейчас с тобой двигаем к домикам рабочих, да? Потому что давай самодельные повязки для рук себе сделаем. Вот, наверняка сейчас меня будут волки прессовать. А у меня там и рукавицы хреновенькие. Давай я вот это напялю на руки. Ну или напялю, когда их увижу. Ну главное, не забыть это напялить, когда ты их... Когда ты их увидишь, не забыть напялить. Не забуду. Друзья мои, это не собаки, это существа, это не стрим, это премьера. Минус 20. Очень холодно, минус 20, друзья мои. Это Азовыживание серии номер 199. Я вас всех, конечно, приветствую, но на ваши вопросы в чате отмечать, отвечать не могу. Не, я мог бы на премьере присутствовать, я уже это объяснял, но я во время премьеры 100% записываю новые видео. Вот. Поэтому вам же лучше, чтобы я какое-нибудь видео записывал. Опять же, может быть, те же Азы, может быть, не Азы, чем я просижу с вами полтора часа и буду отвечать на вопросы. Тем более, я смогу только отвечать в чате, писать вам. То есть, голосом-то я отвечать вам не смогу на премьере. Голосом я уж лучше вам вечером на стриме отвечу, правильно? Это будет продуктивнее и интереснее. А днем, если вы желаете поддерживать меня просмотрами, лайками, комментариями, вы можете заходить на премьеры. Это тоже интересно. Вы там можете меж собой пообщаться в режиме реального времени с модераторами. Модераторов, кстати, забыл предупредить, не то, что предупредить, а забыл попросить, чтобы не были слишком экстраги к ребятишкам и девчишкам в чате. На премьере можно им позволить чуть больше вольностей, чем на стриме. Все-таки премьера, она не такой отчаянный смысл онлайн имеет. Тут общение только меж собой текстом, а голосового общения меня с вами нету. Да. Здесь вот могут быть кролики. Опа-на, это что там такое? Это волк сюда убежал со стрелой? Или что? Что-что? Вороны, вороны, вы над кем летаете? Или это над мостом? На мост... Я не понял, это под мостом или над мостом? Или на мосту волк сдох? Так, ну я должен проверить все возможности. И над мостом, и под мостом. Да не, это вроде наверху, а может внизу. А здесь, наверное, сейчас будет непрочный лед. Но я пока двигаюсь, пока есть такая возможность двигаться. Длинный мост. Нет, я сюда пройти не могу. Это значит только сверху. Ладно, пошли сверху. Но там, скорее всего, труп в прицепе от фуры. Кроликов тут нету, вот капканы тут не поставишь, они тут не ходят. Хотя, я их тут гонял. Ну а что, давай попробуем поставить. Блин, далеко мне за ними будет бегать, за этими капканами. Это мне тогда здесь надо жить. Ну да, получается тогда... Вон, смотри, трупешник чей-то там лежит. Слушай, ну давай я здесь поставлю капканы. Давай, и поживу тут рядом. Давай. А у меня какие-нибудь кишки были здесь? Нет, не сохли кишки? Никто не помнит. И я, и оперный театр не помню. Ничего. Капканов же больше нет, нету. Давай, я изучу вот тут, над кем они вьются. Да не похоже это на труп в этой, в машине. Это тот волк сдох. Да, да, да. Тогда, значит, у него стрела моя. Тогда, значит, у него моя стрела. Если он тут сдох. Совершенно верно. Это волк со стрелой. 5,4 килограмма в нем веса живого. Так, вон в машине вижу, есть батончик. Угу. Тогда я могу сходить сюда его отжарить. Угу. Так, что в багажнике? Багажник открыт. Есть аккумулятор? А если найду, не найдешь. Все, пошли, тогда будем ждать в соседнем вагоне. Поглядим, поймаются ли здесь кролики. Ну так, ради, ради антереса. Ни хрена себе, какой туман наступил. Глянь, только что была прекрасная видимость. И уже туман. Так, а что, волки меня здесь будут прессовать? Хрен его знает. Я тут много кого отстрелил. Ну, будут прессовать, разберемся. Будут прессовать. Воют. А когда они воют, они это, они активны. Они, значит, нападать будут. Они, значит, будут нападать. Слушай, а вот отсюда можно в них отстреливать? Будут они сюда забегать или нет? По-моему, да, по-моему, забегают. По-моему, забегают и вообще кусают через стену даже. Можно попробовать из окна в них выстрелить. Это, конечно, проблематично. Вот ты себя сам закрыл, дядь Саш. Так, как бы мне в них пальнуть-то из окошечка? Вот в это окошечко точно не выстрелишь. Нельзя стрелять через стекло. Это я уже пробовал. Как вас тут много, а? Как много волчевых как в хороших. Как много ласковых волчков. Где он тут есть, который рядом? Ага, вижу. Так, так. Вот еще один. И вот еще один. Так, ну кто первый? А что все встали? Ну подойдите кто-нибудь ко мне. Ну кто-нибудь ко мне подойдет что ли? Есть смелые? И ловкие? Ой, этот кот побежал вообще. Ага, еще один. Я понял. Не, ну конечно лучше заднюю включить, когда брата только что убили. О, музыка тревожная. Слушай, а кстати да, я не обращал на него внимания. Что она на лесных волков не действует? Ну и что, все что ли? Ну я блин, здоровье теряю. Подходите ко мне, пожалуйста. Ну здоровье теряю. Ну тяжело мне. 19 хп за один внутриигровой час. Ну давай, 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 иди сюда. Ну иди сюда ты, ёперный театр. Сюда иди. Слышь ты, сюда иди. Слышь ты, стой там, иди сюда. О-о-о-о. Мы волкам, интеллект, блин, и много исправили. Да какой исправили, друзья мои? А что это там около него синяя появилась? Вы видели, да? Это собака. Ушиб мне тяжелый нанес. О, стрела поломалась. Отлично, она осталась тут. Хорошо. Покусать он меня не смог. Слушай, а вот тут у меня вороны над кем вьются? Сейчас не время. Как говорил Глеб Егорыч, старик, не время сейчас. Я согласен, не время сейчас, да. Сейчас вообще не время вот это изучать. Так, давай поглядим, сколько у меня кроликов в капкане. Мясо у меня здесь сырое. Очень хорошо. Жрать его, правда, невозможно. О, кишки высушены. Отлично, сейчас шапку себе починю. Так, кроликов в капкане. Не то, не туда ты зыркаешь. Зыркаешь ты не туда. Кроликов в капкане. 66 штук. 66 кроликов в капкане. А, есть медвежатина. Ура! Ура! Тут есть медвежатина в Сокольнике. А, так у меня еще и это. У меня еще и это нормальное. В Сокольнике он, гад, рвется, там есть где спрятаться. Так, по случаю высушенных кишков мы с тобой... А, ты забыл их снять. Ты снять их, как всегда, забыл. Ну, конечно, конечно, я приготовил все, но забыл снять. Ну, шкура оленя высушилась, а кишков мало. Ну, кишки я могу сейчас с волка рядышком взять. Слушай, давай тогда вот так мы с тобой сразу сделаем. Коль ты ни хрена не помнишь, то носи-ка ты вот так. А шляпу, кстати, еще раз надо починить. Да, ну, она хотя бы потеплее будет. Она хотя бы будет потеплееей. Пошли кишки и заберем. Кишки мне, ёперный театр, нужны, как воздух. Ну, один волк куда-то убежал неизвестным направлением, передав мне привет пламенный. Мда. Куда убежал, понятия не имею. Но приветос передал. Подводит меня отсутствие кишков. Ну, ничего, ничего. Температура минус 12. Я думаю, с этого волка я смогу снять сейчас кишки. Так, теперь первым делом снимаем кишки, брат. Брат, кишки нужны очень сильно. Очень по зарез, кишки нужны, ма. Да. Окей. Окейушки. Слушай, я вас уже сколько раз здесь отстреливал на территории завода. Вы вообще когда-нибудь прекратите появляться? Чё вы так часто и много появляетесь? Вы прямо это, да, вы прямо напрягаете. Рилли. Рилли напрягаете. Напрягаете меня. Рилли напрягают волчики лесные. Рилли напрягают ють-ють-ють. Нет, часик. Часик, давай поспим. Кстати, можно пойти проверить капканы, а с другой стороны рановато проверять капканы. Капканы-бараночки. Сейчас снимем с волка шкуру, а потом снимем с него мясо. Ну и на этом пока все. А мясо я в тебе чуть-чуть оставлю, да, чтобы ты быстро не появился, да, я хитрая рожа. Оставлю в тебе немножко мяса. Ясно стало. Вот я не туда убежал. Над кем они там кружат? Там дядька, что ли, мёртвый валяется? А, это они над тем, которого причала. Потому что издалека кажется, что вы где-то в другом месте летаете. А вы над этим бедолагой. Я вас понял. Не, ну чё этот бедолага нас мало интересует. Слушай, а у меня же здесь где-то волк был убит, точно, и в нём стрела оставалась. А я его убил, когда ходил где-то вот тут. Тут-то где-то моя стрела должна быть. Точно, точно. А где я его убил? По-моему, когда он тут по переходу шёл. Помните, я волка убил? Блин, а где же это было? Я шёл по переходу, выстрелил в волка, он и сдох. Или это вот здесь? По такой ощущении, что это было где-то вот здесь. Но это только когда ты поверху ходил. Где ты стрелял? Блин, а стрелу я-то не нашёл, и того волка не нашёл. Где этот выстрел был сделан? Это теперь хоть видео смотри и понимай, где искать его. Точно, я же когда поверх ушёл, волк одного стрельнул. И где-то тут стрела моя осталась. Я только сейчас про неё вспомнил вообще. Ладно. Хрен с ней. А вось найду. А это где было вообще? А это было в прошлом видосе. Да, это там надо искать. Это там я шёл. Ага, семь часов. Ты тут столько спать-то не можешь. Семь часов какие-то собрал спать. Это было в прошлом видосе. Точно, точно. Блин. Вы проснулись полностью отдохнув. Ладно, давай посидим, подождём. Не попрусь я сейчас никуда к этому волку. Мясо у меня пока есть. Да, надо посмотреть прошлую сто девяносто восьмую серию. И тогда я смогу вспомнить и найти, где я там волка подранил. Потому что, точнее не подранил, я убил, он упал. Я в лесного волка, помню, сверху стрелял. И у контрапопил его. А вот где это было, чётко не помню. Придётся посмотреть видос. Что стрелял сверху, а он где-то стоял внизу. Но при этом я шёл по переходам. А переходов здесь на самом деле вверху не так уж и много. Тут нет такого большого количества, прям, куда там пострелять. Вариантов немного. Мало вариантов. Вариантов маловато, да. Пойдём проверим капканчики. Пойдём. Пойдём проверим капканчик по одной. Пойдём проверим товарищ мой. Вообще можно проверить, конечно, и сейчас по журналу пойманных или не пойманных кроликов. Должно быть по идее их 66. Кроликов в капкане. Ничего не поменялось. То есть они тут у меня отказываются. отказываются ловиться. Ну, допустим. Допустим, ловиться они отказываются. Блин, тут воды вообще вставлять смысла нет. Давай 0,5 оставим. 0,5 оставим. Оставил я себе 0,5, короче. Ладно, пошли тогда перебазируемся в домик рабочих и на этом серию заканчиваем сегодняшнюю. Так, как я стрелял в волка? Блин, я где-то тут его такое ощущение, что убивал, между прочим. Ну, Тая как-то поверх ушел, а где он стоял? Я в него выстрелил. Блин, не помню я, где он был. Такое ощущение, что он был где-то тут. Или с этой стороны? Нет, с этой стороны он не должен был быть. Он где-то был там. Ладно, все, забудь. Не трать время и так очень. Минус 35, ни хрена себе. Вот это температурка минус 35. Это не стрела? Нет, какая-то текстура торчит. В такой температуре капканы? Да, нету кроликов здесь. Не то место. Не ходят они сюда. Не попался тут никто. Значит, не туда. Хорошо. Будем искать другие места. Будем. Так, а у меня волк еще вот там один валяется, да? Ну, такая температура, что я сейчас вряд ли смогу с него хоть что-то собрать. Это слишком холодно. Пальца не имели. Да мы сейчас с тобой пока до домика дойдем вообще охренеем, но... А, волк вообще он исчез. Все. Он исчез. Слишком долго он лежал. Жаль. Вместо него новый появится. Жаль, жаль. Сейчас новый появится, гаденыш. Новый гаденыш появится. Тут никого нету по рецепе от фуры. Слушай, я до сих пор ни одного аккумулятора здесь не нашел. Я, конечно, понимаю, мне нахрен эти пули не нужны особо. Так, от нечего делать. Но факт остается фактом. Не было до сих пор ни одного аккумулятора найдено. И продолжает не находиться. И продолжает не находиться. никого. Что тут-то? Тут-то шиша с маслом. Я понимаю. Слушай, ну хоть в одной этой тачке будет аккумулятор? нету. Кто поснимал все аккумуляторы с автомобилей? Что за лажа? Что за фигня? Так, Ватсон, Ватсон, а почему аккумуляторов-то нету? Ёберный театр. Ну правда, где аккумуляторы? Ватсон, где аккумуляторы? Ватсон не надумевает. Ватсон, срочно открываем новое дело. Дело о краже аккумуляторей в бледной бухте. Ты смотри, у нас последний пикап остался. А нет, там еще один стоит. Что это такое? Ни в одном автомобиле нет аккумулятора. У той машины я был, которая там вдалеке стоит около этого. Тут тоже вообще нихрена нету. Так, багажник я заглядывал, заглядывал. Вот пикап. И вон там еще один боком стоит. Ватсон, открывай капкод. О, Ватсон, да нам повезло. Аккумулятор. Но мы его пока распаковывать не будем. Слишком холодно. Один аккумулятор. Да. Невеликие шансы были. Так, тут вот сейчас кстати можно медведя повстречать. Он сюда приходит. Это я знаю. Медведь в бледной бухте живет один. Да? Один же? Да по-моему один. По-моему больше другого нету. Так, еще могу сходить к тайной тропе. Но когда к тайной тропе пойду, там меня точно будут волки прессовать. Поэтому туда надо идти полностью отчинившись. Так сказать, отчиниться и идти. Такс. Один аккумулятор, короче. Во всех автомобилях только один аккумулятор. На этой локации мне выпал. Возможно на незваном госте их мало спавнится, потому что они в принципе не нужны на незваном госте. Ну какой смысл отливать пули? Не, ну изредка бывает, что если начинать камни надо собирать. Я все время про них забираю. Если начнешь с долины тихой реки, есть возможность, что там ты найдешь револьвер и немножко патронов, тогда какой-то такой малый малый шанс смысл точнее не шанс малый смысл появляется. в аккумуляторах и в изготовлении пули. Да я никогда не запомню, что мне эти камни надо собирать. Я вот три камня собрал и все. И потом я опять про них забуду, что их надо регулярно собирать, чтобы все было хорошо. Ну сейчас вот еще сделаю небольшой крюк. Надеюсь медведь не придет, не накажет меня за то, что я тут слишком вольно обращаюсь с камнями. 50 камней соберу и сделаю тайник. надо с чем-то развлекать себя. Он мне нафиг не нужен. У меня вот баллончик есть, но я еще пока ни разу ничего не нарисовал им. Вот и даже забыл, что про автоходьбу. Уже опять автоходьбой не пользуюсь. Автоходьба позабыта по заброшенным. Позаброшено так. Кирпичи, камни, семь штук я собрал. Бросить все. Ну что, наверное, надо капканы ставить, капканы надо ставить на маяке. На маяке кроликов мы видали, да? Видали. В дальние дали мы с тобой видали и срочно чинимся, а потом все остальное. Так, кроличьи рукавички. А мне там все равно, кроличьи шкуры не хватит на то, чтобы все починить. видишь, у меня кроличьи шкуры кончились. Вот, собственно говоря, и все, дядя Саша. Вот мы с тобой и отчинились, да? Да, надо в срочном порядке мне кроликов ловить. Кроликов надо ловить в срочнейшем порядке. Угу. Угу, угу. Текс, что тут у нас? Ну, тут еда есть на маяке. Ну вот, на маяк мы с тобой пойдем, но это уже будет в следующей серии. Пойдем мы с тобой уже в следующей серии. Мы сейчас вот так вот сохранимся путем сна. А с утреца оуааас Такой щедрый, что сам только проснулся. С утреца мы с тобой пойдем. Так, будем ставить капканы. Капканы я с собой И забрал, забрал. Ну вот их и пойдешь ставить. Ёшкин матрешкин кот. Пойду, а что делать? Пойду ставить. Так. Приличная шуба из медведя. Вот это тоже, кстати, можно починить. И вот это можно починить. А у меня есть две шкуры из оленя есть. Ну, значит, надо будет чинить. И оленей надо тоже немного пострелять. Постреляем. Пострелёнышей. А, погоди, вот ещё одна шкура есть. Сухой молодой клен, сухая молодая берёт. Так, если я всё-таки нашёл, то давай поглядим, что мне в первую очередь починить. Ну, у меня вроде шапка быстрее страдает. Ну, рукавички вот 72. Ну, давай рукавички починим. Давай рукавички починим. Ватсон, чините рукавички. Ватсон, Ватсон, чините рукавички. Вот, рукавички у нас кенововские. Очень хорошо. Шкуры пусть себе будут по ремне. Ткани много. Давай сгрузим немного. Себе оставим. Не то. Ну, давай оставим себе. Восемь. А повязок у меня... Семь. Хорошо. Одобряю. Так, ну, давай сохранимся или поспим. Там можно ещё часик поспать, в принципе. Не возбраняется. Погода может стать плохой. Но устанет, будем решать вопрос. А можно на рыбалку? А, на рыбалку дров мало, чтобы на рыбалку ходить. Там он метель опять затевает, да? Свою игру. Ну, чё? Мне надо прожить 700... 831 день. А прожил 745. 845. Ещё очень-очень долго мне тут чалится в моём челлендже. Но ничего-ничего, я почалюсь. Так, ну что, друзья мои. На этом наша 199 серия в виде премьеры подошла к концу. Кто её смотрит в качестве обычного видео, это нормально. Она после премьеры превращается в просто видео. Премьера она бывает только раз. От первого прогона до конца. А потом уже просто видео. Благодарю вас за то, что вы меня смотрели. Писали комментарии, ставили лайки. И, может быть... О, ужас! Даже становились спонсорами. Кстати, во время премьеры тоже можно стать спонсором. Все, кто присутствует на премьере, это смогут улицезреть и порадоваться за вас. Вот я сейчас возьму... Слушай, а отсюда можно спрыгнуть на крышу дома? Хо-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо! Хо-хо! Можно, наверное, спрыгнуть. Надо будет как-нибудь поэкспериментировать. Интересно, а вот если отсюда стрелять? Медель сюда не забежит, но, по идее, не должен. Ну, раз он ко мне забежал, Надя... Ну, ладно, все уже не важно. Все, друзья мои. Всем спасибо, всем пока. Желаю удачи в игре. Не болейте. И мы с вами скоро увидимся. У нас будет юбилейная 200-я серия! Ха-ха-ха! До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok